Я приветствую всех. Я сейчас нахожусь в Малиновском суде города Одесса, где только что произошло изнасилование украинского законодательства, норм здравого смысла. Суд полностью оправдал всю банду, их карманный суд, полностью проплаченный, полностью купленный, всю банду Труханова за грабеж, который они чинили в этом потрясающем городе. Я сюда приехал специально, потому что они знали, что есть в стране люди, которым небезразлична судьба Одессы и небезразлична судьба справедливости. Нас не пустила в зал группа тетушек, потому что у Труханова есть частная армия, которую он оплачивает за бюджетные деньги. И хочу сказать, что практически на их стороне была и полиция, которая здесь была бомбина. Эта группа была специально там подготовлена, для того, чтобы я не прошел зал. Огромное количество тетушек, явно криминального строя. И они думают, что сейчас город окончательно в их руках, они будут дальше грабить, они будут дальше убивать. А вот этого человека убили, дважды у него была клиническая смерть. Этого человека Мишу Казахове тоже пытались убить. Тут есть люди, которых разбивали головы, как вот Денис Максенко, вот тут эта банда. И они думают, что они дальше будут, а после этого еще больше этим заниматься. Я хочу им сказать, эпоха их безнаказанности приходит к концу. Они все будут сидеть вместе с этими судьями, которые их оправдали, вместе с этими бандитами, которые сидели в судейских мантиях. Нет, кроме круглого слова, как бандиты. Тут все у них куплено. Все депутаты, первая линия обороны были депутаты горсовета. Все продажные, это не горсовет, это ворсовет. В Украине реально феодальный строй. Я хочу, чтобы вы, почему кроме меня здесь нет представителя ни одной политической силы Украины. Почему никто ничего не говорит? Что вам, безразлична судьба Одессы? Точно так же вам была безразлична судьба Крыма, и вы, извините, Крым, контроль над Крымом утеряли. Точно так же многим была безразлична судьба Донбасса, и вы утеряли контроль над Донбассом. Вы что, хотите, чтобы сейчас Одесса окончательно куда-то ушла? Одесса же это самый интересный, самый захватывающий, самый потенциально потрясающий город Украины, и вообще Европа. Вы понимаете, что нельзя на откуп, на кормление бандитам отдавать Одессу? Вы понимаете, что пока вы произносите эти все пламенные речи про ваши обещания, тут на наших глазах вообще изуродовали все, что связано с идеей государственности Украины? Почему я должен здесь стоять вместе с маленькой группой активистов? Или вы дальше будете болтать и не будете с этим мириться? И вы дальше будете с ними сидеть в парламентах, вы дальше будете с ними сидеть в бурсоветах, вы дальше будете с ними делать договорники и между собой. Я хочу обратиться к президенту Зеленского. Я очень за вас болею, и город Одесса за вас проголосовало. Это тот случай, когда надо сказать что-то. Господин президент, здесь не вопрос какого-то суда, который где что-то сделал. Извините, это не суд, и это не право, и это не справедливость, и это не между прочим. Это прямой, я думаю, что это направлен и против вас, и против тех жителей, которые за вас проголосовали. Это было 87% одесситов, которые практически доходятся под террором. Поэтому и тут они комедии устраивают. Какая-то их проплаченная бабушка пробежала, кричала. Саркашвили мне сломал руку, скорую вызвала. Обоими руками при этом размахивала. Вот эти комедии, дешевые, бандюгань, дешевые. Просто я не знаю такой слой. Мне мерзко, потому что Одесса не заслуживает этого, Украина не заслуживает этого. Эти люди не заслуживают этого. Как можно это терпеть дальше? Я хочу извиниться перед теми людьми, которые сегодня шли на встречу со мной в Киеве. Я очень хочу с вами встретиться. Правда. Я очень хочу с вами поговорить. Но я не могу просто сейчас оставить людей здесь. Даже когда я очень хочу к вам поехать. Потому что, поймите, в ближайшие дни мы обязательно с вами встретимся, если вы меня простите. Но сейчас мне надо быть здесь. Сейчас мне надо быть с нашими активистами. Сейчас мне надо показать, что мы их не боимся. Мы должны показать, что здесь тоже есть люди, которые любят город Одессы и Украину. И не позволят этим дальше ее убивать. Вот и вся история. Привет всем из Одессы. И мы все равно сломаем их ребят. Они все равно за это ответят. Напрасно. Они думают, что они сегодня победили. Но сегодня Украина должна просто взять это на заметку. Давайте выходить из литератического сна. Пока мы живем в наших... Иigan.